здравствуйте уважаемые зрители видео канала планеты дзюдо я роман карасев и сегодня я нахожусь в городе звенигород московская область и сзади меня известная академия дзюдо база спортивных команд российского российской федерации под дзюдо это уже монументальное историческое здание которое к сожалению так и не выполнила свои миссии и в результате стала памятником ну наверно такой безалаберности ну хочу сказать немножечко о академии что это за здание может быть кто не знает многофункциональный комплекс академии дзюдо россии год постройки 2012 то есть 9 лет назад в соответствии с федеральной целевой программой развития физической культуры и спорта в российской федерации на 2006 2015 год и долгосрочной целевой программой развития строительного комплекса и инвестиционной деятельности в городском округе звенигород на 2010 2012 года на территории городского округа звенигород начиная с 2007 года велось строительство многофункционального комплекса академии дзюдо россии проект базы национальной сборной россии под дзюдо общей площадью 12 410 квадратных метров разработан в соответствии с современными требованиями предъявляемыми к спортивным сооружениям и включает в себя многофункциональный спортивный комплекс вместимостью две с половиной тысячи мест со спортивным залом на 8 татами позволяющим проводить соревнования любого уровня не только под дзюдо но и по гандболу волейболу мини-футболу художественной гимнастике и другие кроме того проект предусмотрен размещение фитнес-зал и ну и так далее в общем большая паркинг территория для парковки автомобилей и много-много всего тут также планируется значит возведение гостиницы для спортсменов и в общем дополнительные инфраструктуры значит я в описании к видео напишу подробно что это было то есть не что это было а что туда входит в этот многофункциональный комплекс но к сожалению как я уже сказал это здание это академия дзюдо как вы видите здесь уже некоторые буквы отваливаются вот и на самом деле академия практически умерла точнее само здание умерло 15 сейчас скажу что 7 апреля 2012 года было торжественное открытие этой академии на торжественном открытии присутствовал президент российской федерации владимир путин президент международной федерации дзюдо мариус визер президент европейского союза дзюдо сергей соловейчик руководители федерации дзюдо россии руководители национального союза ветеранов дзюдо я уже я не помню на тот момент да кажется анисимов уже был председателем федерации дзюдо россии президентом бальский национальный союз ветеранов дзюдо было торжественное открытие много было гостей видных чиновников депутатов было проведено как я помню два мероприятия спортивных это турнир большой шлем который входит в программу международной федерации дзюдо рейтинговый турнир а также кажется или один или два турнира этот турнир национальный союз ветеранов дзюдо там полиция армии ветеранов что-то такое было но смысл не в этом смысл в том что не хочу никого осуждать но факт остается фактом академия где написано добро пожаловать так и ни разу не приняла не новых учеников не не было никаких учебных занятий потрачено колоссальное количество не только бюджетных средств но и инвестиционных средств не знаю возведением этого комплекса занималась мпо космос тоже эта информация есть в интернете но я могу сказать что мпо космос также было я так понял и спонсором многих мероприятий проводимых национальным союзом ветеранов дзюдо но в результате различных не знаю каких-то обстоятельств это здание так и не было до конца достроено хотя акт приемки был здание но на тот момент мэр города звенигорода принял это здание по документам но в результате она оказалась почему-то недостроенным было отключено отопление которое было тоже не по всем стандартам подключено и было электричество и в общем в итоге так получилось что на сегодняшний день отопление нет все внутри практически разрушена я тоже сделаю ссылку на видео где было снято кстати телеканал россия 24 снимала несколько репортажей по этой академии там будет ссылка на открытие академии будет ссылка на то что сейчас там творится но не сейчас я уже там сколько за последнее время что произошло в итоге руководитель компании мп космос тоже это в новостях было много лет скрывался за границей там по некоторым данным порядка полутора что ли миллиардов рублей было как то что-то куда-то растворилась вот в том числе какая-то сумма там не знаю денег которые были выделены на строительство этой академии тоже куда-то исчезли в итоге руководителем по космос сейчас я посмотрю как его зовут сейчас минуточку руководителем значит мп космос был андрей черняков он обвинялся в мошенничестве почти на 17 миллиардов рублей и он был начать в европе где-то там прыгал бегал а потом его экстрадировали из польши в российскую федерацию кажется в конце девятнадцатого года но в мае двадцатого года сейчас я скажу какого числа даже вот по материалам газеты звенегирской ведомости бывшего руководителя мп космоса андрея чернякова обвиняем его мошенничестве почти на 17 миллиардов рублей освободили и следственного изолятора связи с истечением максимального срока содержания под стражей вот такая вот ситуация то есть человек который вот можно сказать обокрал российское дзюдо находится абсолютно на свободе никто не виновен как говорится никто не при делах академия дзюдо верно так сказать утонула окончательно да чтобы восстановить эту академию дзюдо наверное потребуется еще столько же денег вот а может быть и никто и не будет ее восстанавливать очень обидно особенно вот здесь вот плакаты есть такие вот написано дзюдо больше чем спорт наверное этот лозунг верный особенно сегодняшней ситуации касаемые и академии дзюдо дзюдо больше чем спорт видимо дзюдо это что-то такое неизвестное никому но факт остается фактом поэтому жаль жаль что ни федерация дзюдо россии никакого желания не изъявила что-то с этим зданием сделать ни национальный союз ветеранов дзюдо видимо никому это не нужно хотя как я уже в начале видео сказал что на открытии этой академии присутствует президент российской федерации и главные лица международной федерации европейского дзюдо российского дзюдо вот такая вот потемкинская деревня виде академии дзюдо не знаю почему она здесь была построена достаточно трудно сюда добираться далеко аэропорты далеко инфраструктура непонятная как сюда можно ну то есть очень трудно добираться понимаете а для звенигорода небольшого города где не очень популярно дзюдо но это абсолютно как бы ненужный центр был построен видимо какой-то другой умысел был но не знаю тем кто замышлял эту академию дзюдо виднее вот а нам остается лишь просто сделать вот очередной репортаж 9 лет принципе не такой большой срок до для здания но практически она умерла не знаю внутри я заходить не буду здесь никого нету все закрыто где-то обходить здание стороной тоже нет смысла вот так что может быть когда-нибудь придут новые руководители федерации дзюдо россии которые будут более внимательно следить за тем кому выделяются деньги на строительство где строить вот такие центры кто будет руководить этими центрами что здесь проводить и в особенности как бы находить тех подрядчиков которые выполняя свои непосредственно обязательства будут их выполнять ну я думаю что выводы будем делать каждый сам свои поэтому занимайтесь дзюдо несмотря на то что академии дзюдо в звенигороде нету с вами был роман карасьев и вы смотрели видеоканал планеты дзюдо до новых встреч